Всем респект, братва! Сегодня речь пойдет о необычной игре. Все мы периодически испытываем желание поиграть в какие-то ненормальные игры. ААА это, конечно, хорошо, но иногда надо и какой-то дичь хлебнуть, согласитесь. Между прочим, это неплохое средство от игровой импотенции. И вот в такие моменты кто-то идет развивать свой общественный туалет, шаурмечную, интернет-кафе или еще какой-то оригинальный бизнес в очередном симуляторе чего-то там. Кто-то спускается на дно стима, выискивая максимально дешевый трэш за 30 рублей, где надо бегать от военкомата, прыгать по гаражам, сидеть у подъезда, ехать на электричке и так далее. А кто-то отправляется в анальные приключения поджигать свою пятую точку, и наша сегодняшняя игра как раз из последней категории. Сложные игры есть и в ААА-сегменте, однако той необходимой нам в некоторые моменты доли трэшничка в них нет. И тогда нам на помощь приходят инди-поделки. Какие-то из них вполне серьезные игры, в них люди любят сами поиграть, ставить рекорды и просто превозмогать и кайфовать от того, как со временем их скилл игры повышается. А какие-то попахивают откровенным трэшем и по большей части представляют интерес как игры для стримов и особенно для спидранов. Однако несмотря на то, что сегодняшняя игра стала хитом среди спидранеров, я все-таки хочу порассуждать о ней немножко в другом ключе. Так как спидраны совсем не про меня, я их особо не люблю, не ставлю и не смотрю. Скорее просто хочется рассказать про игру и обсудить немного феномен успеха подобных игр, которые, как может показаться на первый взгляд, нафиг никому вообще не должны быть нужны. Но при этом в них играют тысячи игроков и не только те, кто ставит мировые рекорды. И сегодня мы с вами обсудим недавний хит твича, игру под названием Only Up. Ну а перед этим по классике, конечно же, я скажу, ребята, подписывайтесь на мой твич, между прочим, мы там эту игру тоже проходим, да, и на телегу тоже подпишитесь, чтобы быть в курсе новостей канала. Кроме того, я там почу, помимо анонсов всяких там видео и стримов, различные игровые новости, музыку. В общем, подписывайтесь, ссылочка на все добро в описании. Итак, сначала я расскажу немного о самой игре, а потом уже с вами обсудим немного феномен популярности подобных игр. Он ли обможно отнести к категории так называемых рейдж-игр, смысл которых развлечь не столько вас, сколько тех, кто смотрит, как вы ее проходите. Во время прохождения таких игр принято орать, бомбить и, ну конечно же, если вы делаете это в одиночку, это немножко странно. А когда на публику, это уже развлекательный контент. Создан игра компании Sakar Games. Это инди-разработчик, который ранее ничего не выпускали. Достоверная информация, откуда они, кто они вообще, зачем они, я не нашел. Если у вас вдруг она есть, вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень сильно благодарен. Правда, очень интересно. Сама по себе игра представляет из себя вертикальной 3D-платформер, состоящей всего из одного уровня, где вам надо забраться снизу на самый верх. Мельчайшая ошибка может привести к полной потере прогресса. Вы можете упасть оттуда, куда взбирались долгое время в самое начало уровня и придется начинать прохождение заново. Сохранений в игре, естественно, нет от слова совсем, что, кстати, я считаю небольшой ошибкой, но об этом чуть позже. Релиз игры состоялся 24 мая и какое-то время игра просто валялась в тиме и не особо привлекала внимание, пока не случилось то, что случилось. Игра врывается в топы твича. Первым приходящим в голову аналогом OnlyUp является нашумевшая в 2017 году Getting Over It, которая точно также взрывала топы твича и ютуба по просмотрам. Уверен, даже если вы в нее не играли, вы точно знаете эту игру про чувака в котле из кувалды, где точно также всего один уровень и точно также надо забраться с самого низа наверх, без всякой конкретной мотивации, за исключением навязчивого «да я че, лох что ли, блять, ну все могут, я тоже могу». Создатели OnlyUp однозначно вдохновлялись в Getting Over It, и тут дело не только в самой концепции большого уровня, где надо подняться снизу вверх. Ну и, например, в визуальных деталях. В обоих играх уровень состоит из абсурдно выстроенных предметов, которые непонятно почему находятся там, где находятся. Кроме того, звуковое сопровождение. В обоих играх есть комментатор со странными комментариями, а также во время ваших фейлов игра включает такую дурацкую музыку, от которой у вас еще больше начинает гореть жопа. В общем, тут явно прослеживается то, что создатели OnlyUp вдохновлялись хитом 2017 года. Хотя сам геймплей в играх разный. Getting Over It является двухмерной игрой, где продвижение было реализовано очень нестандартным образом. Вы управляли не персонажем, а его кувалдой. Необходимо было отталкиваться от различных элементов уровня и взбираться наверх, контролировать силу толчка кувалды и так далее. А в OnlyUp же, на первый взгляд, все довольно стандартно. Вы управляете персонажем на ВСД, прыжок на пробел, мышка указывает направление движения, никаких новых механик тут игра не предлагает. И отсюда поначалу кажется, что игра не особо сложная, и вы легко сможете ее пройти. И да, я тоже так думал, к сожалению или к счастью, это ошибка. Фишка OnlyUp по строению локации. Во-первых, часто не очень понятно, куда вообще надо идти. Находить правильный и быстрый путь часто приходится путем проб и ошибок. Во-вторых, OnlyUp очень сильно играет с вашим терпением. То есть вот вы аккуратно куда-то шли, нашли правильный путь, дальше ошиблись, падаете вниз и начинаете все сначала. И тут вы уже в себе уверены, вы уже прошли какую-то часть локации, вы знаете куда идти, начинаете спешить и фейлите. И чем больше вы падаете, тем больше горит ваш пукан и меньше терпения у вас остается. Вот так работает сложность этой игры. По крайней мере на мне. В игре огромное количество рискованных вариантов сократить прохождение. В основном это такие шорткат кровати, которые пуляют вас куда-то дальше по уровню. Но шанс за фейли тут повышается в разы. И чем выше вы поднимаетесь, тем выше становится цена ошибки. Повышается адреналин, эмоции на фейлах зашкаливают. Плюс игра местами пытается вас наебать различными способами. Неожиданное обрушение части локации, дроны, которые везут вас не туда куда надо. Там даже есть скример-моменты. Я просто через нее не ходил. Я даже не знаю, что здесь, понимаешь? Блядь, это чё за нахуй, блядь? Это чё за нахуй, блядь, было, блядь? Ебать, я так обосрался. Также сама по себе онлиап значительно длиннее Get and Over. Если бировой рекорд прохождения последнего около одной минуты, это если без багов всяких и гличей, то самое быстрое прохождение онлиап где-то около 16-17 минут на данный момент. И это спидраны. Спидраны сложно назвать прям нормальным прохождением. Там реальные задроты играют, которые миллионы раз выдрачивают определенные моменты игры, чтобы они были идеальны. Для обычного человека вроде меня некоторые варианты прохождения кажутся просто невозможными. Я постоянно ищу более безопасный, легкий, хоть и долгий путь. И вот тут мы возвращаемся к вопросу. А зачем и почему обычные геймеры будут играть в такую игру? И будут ли вообще? Понятное дело, что прежде всего феномен успеха онлиап строится на популярности стримов по ней. Буста игре дали стример твича, где игра обогнала по онлайну Diablo 4 и Final Fantasy 16, очень крупные ААА тайтлы. Как я уже говорил ранее, такие игры больше подходят стримерам. И я говорю не только про спидран. Да, спидраны и рекорды, это конечно хорошо, но это такая отдельная категория контента. Там смотрят и восхищаются скиллом спидраннера, который обычно не является какой-то харизматичной фигурой. И смотрят его в основном из-за скилла. Но есть и другая категория стримеров, к которой я отнесу и себя скромно, да, развлекательная. Там публику играет над фейлами и бомбежкой стримера, ну и естественно, прежде всего, общается. И для таких стримов игра также отлично подходит. Она хороша и для общения с аудиторией, потому что не забирает слишком много внимания, долгими катсценами и тому подобное. Думаю, если бы игра была популярна исключительно среди спидранерского комьюнити, такого успеха у неё бы не было. Тут, правда, сразу хочется оговориться. Большой онлайн и успех игры на Твиче не всегда означает такой же сумасшедший успех игры по продажам в Стиме. Как я уже говорил, это категории игр, которые предпочитают смотреть, а не играть. Эта игра развлекает, прежде всего, зрителя, а не игрока. Поэтому успех на стримах значительно выше, чем успех по продажам. Тут мы можем провести вот такую простую аналитику. Взять недавний Бадлбит, которые хвастались продажами в 1,8 миллиона копий. Посмотреть на количество обзоров в Стиме, их на данный момент около 40 тысяч. Пресловутый Get In Over, это имеет больше 50 тысяч отзывов в Стиме и около 2,5 миллионов пронон копий. А у OnlyUp тем временем всего около 7 тысяч отзывов. Понятно, что это всё очень грубо, но как-то примерно прикинуть в продажу можно, это где-то около 300-400 тысяч. Однако это всё равно очень неплохой результат, и игру покупали точно не только стримеры и спидранеры. Так зачем же вообще обычные люди такое покупают? Всё очень просто. Во-первых, некоторые просто любят побомбить в одиночку, испытать себя, своё терпение и анус на прочность. Во-вторых, многие, кто посмотрел игру на стримах, решили сравнить себя со стримером, получится ли у них лучше или хуже. Плюс испытать на себе его опыт. Когда я начал стримить эту игру, у неё ещё не было такой популярности, и в Стиме было совсем мало отзывов, что-то около 500. В этих отзывах какие-то залётные ребята жаловались, что эта игра слишком сложная, там нет сохранений. Что, мол, вот я карабкался наверх целый час, упал вниз и потерял весь прогресс, почему нет сохранений? Ну и плюс, конечно же, они жаловались на оптимизацию, здесь всё довольно заслуженно, она в игре реально плохая. Но вот насчёт сохранений я бы хотел кое-что добавить от себя лично. Я не говорю, что в игре должны быть полноценные сохранения, где ты можешь просто сам вручную сохранять свой прогресс. Такие игры, они как бы немножко не про это. Тут потеряется сразу вся напряжённость, весь адреналин. Но! Мне кажется, разработчики поступили всё же немного нечестно. Моё мнение, что сохранения должны работать так же, как в Get In Over. То есть прогресс должен сохраняться автоматически сам. Он должен сохранять и твои успехи, и твои фейлы. Сейчас же, например, если вы ищите просто выйти из игры, у вас там нет времени откуда-то идти, вы выходите, уровень придётся начинать сначала. Учитывая не самые маленькие размеры этого уровня, да, по сравнению с той же Get In Over, опять же. Мне кажется, ну это неправильно. Надо было добавить хотя бы сохранения на выходе из игры. И вот с помощью стримеров игра стала набирать популярность и уже правильную аудиторию из тех людей, которые понимают, зачем эта игра была создана. Конечно же, для того, чтобы поджигать пуканы. Вообще, подобных игр на самом деле не так много. Get In Over является одной из самых ярких представителей, и многие пытались повторить этот успех. Были и приключения коробки, и козла, и даже мячка для гольфа, но никто так близко не подходил к успеху вдохновителя, как Only Up. Она стала настолько успешной, что всего через месяц после релиза уже появляются клоны. В июле, например, выходит игра под названием To The Skies, которая очень похожа на Only Up. Не уверен, правда, что её ждёт такой же успех, как говорится, поживём-увидим, но сам факт говорит о многом. Плюс игра привлекла к себе внимание недавним скандалам. По слухам, из-за краденного ассета аниматяночки игру убрали из Steam. То есть игра стала настолько известной, что владельцы ассета всё же увидели факт использования. Думаю, разрабы сами не рассчитывали на подобный успех, поэтому юзали ассета не боясь быть пойманными. Разраму пришлось апдейтить игру, менять локацию, убирать эту аниматяночку, из-за чего, кстати, игра стала посложнее. И вот этот момент, где раньше была эта аниматяночка, он сейчас для меня является довольно сложным. Так что я проклинаю тех, кто заявил на права. В данный момент игра уже снова доступна в Steam. Там, кстати, ещё поменяли музыку. Возможно, она тоже была какая-то не совсем легальная. И в итоге, что хочется сказать. Несмотря на то, что игра довольно забагованная, в ней нет хорошей оптимизации, и она явно была такой экспериментальной поделкой, местами даже довольно халтурной, я сказал бы. И да, она, конечно, не разрабатывалась годами, но тем не менее, я считаю эту игру хорошей. Во-первых, в ней всё же чувствуется какая-то душа, локации имеют кучу отсылок, разрабы пытаются в юмор. Во-вторых, игра успешно дарит большую дозу адреналина. Ну и в-третьих, её, конечно же, очень удобно и весело стримить. Вот такой вот мой вердикт про Only Up. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете про эту игру. Естественно, лайк поставьте, если вам видео понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. Подписывайтесь на Twitch, подписывайтесь на Телегу, подписывайтесь на всё, что есть в описании. Я вас умоляю, пожалуйста. Всё, я всё вроде сказал. Спасибо большое, что досмотрели до конца. На сегодня это всё. С вами был Марадёр 120 Гигабайт. Жёстких всем респектов. Йоу!